Акция «Служим народу, закону Отечества» традиционная для Бреста мероприятие. Ежегодно оно собирает в городском парке у летнего амфитеатра увлеченных старшеклассников, имеющих хорошую физическую форму, навыки стрельбы и, конечно же, желание получить профессию в погонах. Для них правоохранители готовят разноплановую программу, в которой удачно сочетаются развлекательная и образовательная составляющая. На встречу со школьниками приехали представители Академии и Могилевского института МВД, чтобы рассказать об учебе и пригласить молодежь на дни открытых дверей. У нас вообще в области 28 факультативов и классов правовой направленности. Эту акцию мы проводим уже традиционно, уже не первый раз. В этом году мы приурочили ее как раз-таки к 80-летию образования УД Брестского сполкома. У нас буквально через месяц будет эта знаменательная дата. Что касается непосредственно самой акции, в самом названии и заложена суть. Мы служим закону народу Айчине. В рамках открытия мероприятия на сцену были приглашены юноши, учащиеся классов профессиональной направленности, активно изучающие предметы выбранного профиля, достигшие определенных успехов и результатов, первыми подавшие заявления на поступление. Они были отмечены подарками от областного управления внутренних дел. Сама профессия очень нравится. С детства мечтал пополнить среды милиции. Очень нравится сама профессия. И получилась такая возможность, что появилась школа номер 8, и появилась возможность поступить в Академию УД, и почему бы и нет. Порядка 10 локаций ожидали увлеченную молодежь. На спортивных площадках юноши и девушки смогли продемонстрировать свои физические возможности. Особым интересом пользовались площадки ОМОНа и Государственного комитета судебных экспертиз, где можно было не просто увидеть все то, что стоит на вооружении у правоохранителей, но и потрогать наглядно, изучить, как проводятся отдельные группы исследований. Представлено оборудование, которое позволяет посмотреть, насколько развилась техника. Вот так как раньше делали наши еще деды, ну то есть с помощью валика, краски, и сейчас какие технологии применяются. То есть бескрасковое дактилоскопирование, живой сканер, ну наглядно видно, интересно. Поэтому я думаю, что школьники специализированных классов и просто с обычной школы, если они попробуют, потрогают в руках экспертный чемодан наше оборудование, это им позволит увидеть грани профессии, которые они читали в книгах, видели по телевизору, сравнить реальность. Все-таки информация, когда ее трогаешь руками, но она воспринимается более живо, более интересно. Анастасия Ноздарин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.